Всем привет, вы находитесь на канале FastGuardTV и добро пожаловать в Among Trees. Это Survival, которая недавно была полностью анонсирована и релизнулась после ПК-гейминг-шоу, за которой я следил, на самом деле, еще до этого, потому что я ее увидел и думаю, о, это что-то нереально стильное, нереально красивое, крутое, возможно, оно еще будет очень интересно играться и на какое-то время затянет. Поэтому прямо сейчас, как только она вот вышла, она находится в раннем доступе в Epic Games Story, ее можно купить там даже с какой-то скидкой, мы посмотрим эту игру и, может быть, на какое-то время в ней засядем, потому что мне она, на самом деле, чисто вот визуально и эстетически очень сильно нравится, ну а если в ней какой-то геймплей будет еще, может быть, какой-то релаксирующий, может, какой-то такой медитативный, не знаю, очень хочу попробовать. Да, это ранний доступ, это Pre-Alpha 3.16, тут нет ни настроек, ни русского языка, соответственно, поэтому если что-то будет со звуком не так, то я, ну, как бы просто... Я кручу микшер, короче, для того, чтобы ваши ушки не страдали. Давайте посмотрим, что это такое, если понравится, то, я думаю, продолжим. Новая игра. У нас есть стандартный режим, у нас будут опасные животные, и это, естественно, типа, для более крутого гейминг-экспириенса, или дзен, чтобы никаких опасных животных. Если, короче, вам не нравится сталкиваться с медведями, то этот режим прям вот идеально для вас. Давайте выберем стандартный. Так, easy, normal, hard. Вы хотите челленджа, нормал, вам придется следить за едой, но ее достаточно много все равно. И easy, если вы вообще новичок в жанре сервайвала и просто хотите отдохнуть. Давайте нормал попробуем. Мне очень нравится, как она выглядит визуально, очень хочется надеяться, что она хорошо оптимизирована, потому что такие вещи бывают, ну, не очень сбалансированными по FPS. Большинство животных, говорит, дружелюбное, медведи не одни из них, поэтому было бы неплохо держать от них дистанцию. Но вокруг них, как правило, лежит какой-то хороший лут. Ну да, FPS не совсем, чтобы прям вот стабильно, но тут нет настройки. А, тут есть настройки. Да ладно, и тут, и это еще что-то не на ультра стоит. Давайте попробуем полностью ультра выкрутить. Ой, вау, давай spawn density не надо, наверное. Давайте пусть будет лоу пока что. Вот, у меня, к сожалению, не показывается просто еще FPS. Поэтому точно не могу сказать. Но, в целом, приятно. Ничего критичного. Так, обучение. Так, можно взять всяких палочек нахватать. У нас есть инвентарь. Он открывается на таб. Он не то чтобы большой, кстати говоря. Есть грибы, есть наш типа аутфит и бэкпак. Как я понимаю, и то, и другое можно улучшать. Ну да. У нас какая-то обычная курточка. У нее совсем нет никакой стойкости от холода. Мало стамена, скорости. И она нас не прячет, короче. Как камуфляж нахреново работает. Так, хорошо. Оно, знаете, оно не то чтобы лагает. Не знаю. Может быть, это просто в моих глазах так уже 60 FPS выглядит. Но надо посмотреть. В целом, основная проблема, наверное, когда я на траву смотрю. Так. Можно починить кабину, чтобы... Кабину, говорю. Почини кабину. Нам нужно починить хижину. И чтобы это сделать, нам нужно 10 палочек и 6 досок. В принципе, это не особо большая проблема для нас. Мне очень нравится стиль. Я не знаю. Я вот прям смотрю на графику. Мне прям очень нравится. Golden Chantarill. О, господи. Это лисички, что ли? Я не уверен, как это переводится. Но похоже на лисички. Очень сильно. Так. А доски и все остальное, оно стакается, конечно же, да? Да. Так, пока просто поисследуем, что именно мы можем собирать. У нас есть 4 слота. Слева и снизу пока что там просто руки. То есть, скорее всего, у нас будут всякие инструменты. Тому подобные вещи. Справа и снизу можем наблюдать. Зайчик! Стой, зайчик. Мне, правда, тебя огреть нечем. Ну, ладно. Справа и снизу можем наблюдать всякие индикаторы. Типа еда, сон, здоровье и, как я понимаю, температура. Вообще, по настроению и по особой геймплею, я вижу... О, там что-то интересное. Я очень наблюдаю большое сходство с, знаете чем? С The Long Dark. Так, я не играл в нее, но вот из того, что я видел по этой игре, есть вещи, которые прям мне ее очень сильно напоминают. Можно обыскать. Мы нашли веревку и семена. Леска. Труба. Гринделка. Улутаемся. Так, нам нужна отмычка, чтобы открыть этот сундук. Хорошо. Пока что, как вы видите, здесь нету никакого... Никакой предыстории или чего-то такого, ну, чего-то интересного. С точки зрения повествования. Тряпки нашли. Вот. Но, опять же, пре-альфа. Очень ранняя версия. Судя по тому, как оно выглядит, это может вылиться в какой-то интересный survival experience. Так, тряпки, семена и для гвоздей нет места в инвентаре. Поэтому, наверное, мы выкинем семена, потому что одни у нас есть, а вот вторые мне на данный момент не нужны, они не стакаются. Так, у нас уже 10 досок, и мне надо найти... Топор нужен. Так, а я могу там с деревьями что-нибудь делать? Нет? Нет. Давайте палочки найдем. Как-то маловато, вижу палочек просто. Ну, это вот очень похоже на игру из категории вот просто реально походить. То есть, не просто так. Здесь как раз сделали этот режим дзена, где на вас не будут нападать, вы просто будете ходить, что-то собирать, там отстраиваться. Это было бы прикольно. Ну, то есть, это тоже для кого-то был бы интересный experience. Потому что она прям очень сильно вот именно вот с этим настроением подходит к вопросу. И у нас тотальная беда с палочками, ребят. Не вижу палочки, друзья. Это какая-то проблема конкретная. Надо ее решать. Не знаю, насколько рационально вот так вот тратить стамину, как я это сейчас сделаю. Она вроде не то чтобы восстанавливается прям активно. Хорошая музыка. Расслабляющая. Ну, а изначально, когда я увидел эту игру, она мне полностью продалась вот именно визуалом. Еще две штучки. Я ничего не могу с собой поделать. Я просто такое очень сильно люблю. Где-нибудь одну палочку. Отлично. Нам просто нужно это сделать, потому что потом, скорее всего, появятся еще какие-то задачи. Так. Строим. Хижина. Мы можем спать, сохраняться и складывать вещи. У нее есть расширение. Это кухня. Крафтинг комната и... Место, где можно хранить. Ну, хранилище. Место, где можно хранить это хранилище. Так, да. Тут вот, в общем-то, есть как раз кухня. Надо нафармить немножечко всякого разного добра. Так, некоторые вещи я пока, пожалуй, просто скину. Но... Пока что мы, видимо, будем питаться... Нельзя есть сырым, да? Можно сохраниться. Как раз вот здесь улучшение для крафтинга комнаты и для этого, для хранилища. Ну, хранилище мне, честно говоря, мало интересует. Ну, просто потому что это хранилище. Так, давайте, что тогда мы можем... Можем есть сырым. Из того, что у нас есть, я думаю, что ничего. Плюс-минус. Можно. Можно вот эти грибы съесть. Но будет не очень. Однако, к сожалению, выбирать прям не из чего. Давайте съедим все. И тут тоже можно. Лисички. Хорошо. Давайте пока что все здесь уберем. И посмотрим, что нам нужно. Нам нужны доски. Я, наверное, как раз доски-то и возьму. Потому что они все равно стакаются. Нам нужны доски, болты и ветки. Сухие. Ни болтов, ни веток у нас нет. Я думаю, что давайте-ка мы с вами начнем... Давайте со всего начнем одновременно. Нам нужен мох и... Так, это у меня есть. Проволока у меня есть стальная. Целых две. А надо? А надо три. Окей, идем. Идем искать. В принципе, не очень сложные крафты. Благо, хижина сама по себе отмечается на карте. С этим проблем не должно быть никаких. Поисследуем немного. Хотя, правда, начнется ночь. И вот будет нехорошо. А я пока что... Не то, чтобы до конца понимаю, как мне определить эту ночь. Ну, то есть, да, понятно, когда станет темно, тогда наступит ночь. Но солнце уже садится. Кстати, кому интересно, игра сделана на юнити. И это так. Просто к слову, о понимании того, как вообще можно круто делать игры на, казалось бы, простых движках. Юнити достаточно простой движок. Ну, иногда на нем делают вот такое. И просто посмотри, как это круто выглядит. Пенек. Скриншотте. Красота. Просто посмотри, я вообще. Нам бы найти какое-нибудь еще такое разрушенное место с всякими ящиками и деревяшками. А то я пока что-то еду просто собираю. Так. Ну, я уверен, для того, чтобы мне добыть мед, надо будет какая-нибудь... Какая-нибудь инструмент, да? Не, я не буду к этому подходить. Нужна какая-нибудь палочка, что-нибудь типа того. Судя по тому, как работают подсказки и какое пока что было описание, я так понимаю, что из опасных животных тут пока что только медведь. Я, правда, других вообще особо не вижу. То есть, что, мы видели зайца одного, какие-то птички есть и... Вот, наверное, медведя. Вообще не представляю, как медведь будет здесь выглядеть, честно. Честно говоря. Вот пока что у меня такая двойственная история. Я, с одной стороны, хочу больше кухню, потому что мне нужно на что-то жить, чем-то питаться. А с другой стороны, я хочу, наверное, все-таки крафт-комнату, потому что там... Вот, мох, нужен. С другой стороны, я хочу крафт-комнату, потому что крафт-комната позволит нам добывать предметы. Ну, из ящиков в том числе. Игра по стилистике очень похожа на арт, который я видел. Есть просто один арт, он там на рабочем столе у меня стоял какое-то время. И вот он был прям вот в этом стиле сделан. Не знаю, как этот стиль описать, поэтому он просто этот. И вообще мы хотим спать. И наступила ночь. Справа сверху отмечается время, поэтому давайте сейчас будем возвращаться более-менее по кругу. Надеюсь найти что-нибудь еще полезное здесь. Пока особо не получается. Грибовки. Просто собираем еду. Хотя бы радует, что я смогу отъесться на следующее утро. Но все же это не отменяет того факта, что я хочу всякие деревяшки, а их как-то вот уже и маловато. Кстати, прыжок тоже съедает стамину. И нам становится холодно, поэтому давай-ка ускоряться в сторону хижины обратную. А то прям нехорошо. Я не могу не собрать эти веточки, вы же понимаете. Так, ну что-то собрали. Сухих веток все еще нет. Тут пока что особо, да, ничего нет. Но... А, можно... Подожди, можно... А, можно ноут. Можно записать, какие именно нам нужны. Ну... Да. Поспим до утра. День второй. Голодаем. О боже. Ну, придется есть, что имеем. Так, а теперь мы полный сил. Так, у меня обновляется. Но давай мы будем вот искать преимущественно вот это. Для кухни. Хотя... Нет, давай мы будем искать преимущественно для... Крафта все-таки. У меня есть мох. И как-то его пока что я вижу по реалистичной найти, по-моему, можно. Давайте в ту сторону сходим. Сейчас уже... Значительно подальше отойдем от хижины. Потому что в прошлый раз я уже не хотел в силу того, что... Ну, ночь. Не хотелось бы. Ну, вот так вот иди. Прям геймпад в руки бери и... Чтобы все поплавнее так. Так, и нам получается нужно найти еще пять досок обычных. И одну проволоку. Ну, я так понимаю, что эти предметы валяются в основном вот в этих... Типа заготовленных таких местах. С ящиками. Которые, видимо, там оказались по причине какого-то... Не знаю, может быть, крушения. Люди оставили, не знаю. Есть какие-то причины. Сверху появился глазик. Что это значит? Музыка стала какой-то... Недружелюбной. Мне не нравится этот глазик, как будто за нами наблюдают. Недружелюбной. Ну, возьми. Так, значит, сядьте, чтобы прятаться от опасных животных. А опасное животное из... А-а-а! Вот он. Нет, к нему мы, ребята, не пойдем, окей? Этот Михаил нам не друг. Михаил нас не интересует. Надо было, правда, предметы, кстати, посбрасывать, наверное. Ну, ладно. Михаил, конечно, интересная компания, но нет. На данный момент он мне особо не интересен. Хорошо, но нас игра предупреждает, когда появляется какое-то опасное животное в зоне видимости. Причем достаточно далеко в зоне видимости. О, к смотри. Вот этого пенька, возможно, можно собрать... Возможно, можно... Сухие ветки, нет? Это вот не они? Видимо, нет. Где же сухие ветки-то взять? Какая-то грязюка. Ну, медведь огромный и... Судя по всему, я не то, чтобы могу что-то с ним сделать. Ну, он просто заявляет о своем существовании, и я, видимо, просто принимаю его правила и не захожу на его территорию. Но там, говорит, лута вокруг них многовато бывает. Поэтому, может быть, имеет смысл исходить. Я просто пока что вообще не уверен в своих силах. Насколько местный стелс стелс. Ну, у меня будет очень много палок. Однако, я пытаюсь найти что-то просто поинтереснее. Какие-то уже прям обвалившиеся пошли. Зайца. Вот такая вот елка есть здесь. Занятная. Хрен знает, куда-то иду. Вот иду не знаю куда. Это сейчас прям про меня. Ну, давай, а мне нужна какая-нибудь еще территория, типа... Типа той, что была. Слушайте, а дайте-ка я попробую. Чисто радиоинтереса. Можно ли здесь вообще управлять геймпадом? Можно, но не работает камера. Я бы просто попробовал так поплавнее. Я не знаю, я вообще не очень большой фанат играть в игры от первого лица с геймпадом. Но мы вот проходили недавно Someday You'll Return. И это было очень круто. И это было на геймпаде. И мне прям очень понравилось. Причем там, ну, вроде такой... Такая попытка в хоррор. То есть, ну, много опасностей и... Такого экшона. Навалом. Однако вот как-то наиграл. Было очень интересно. И было очень круто именно на геймпаде это сделать. Атмосфера прям прибавляется. К сожалению, я ничего не могу найти. Значит ли это, что нам с вами нужно идти к медведю прямо сейчас? Михаил очень раздражительный. И имеет свойство злиться. Да, но что-то, как видите, прям до края карты я уже дошел в очередной раз. И ничего здесь не нашел. Ну вот нужны как раз вот эти ящики. А ящики открыть можно инструментами. А чтобы сделать инструменты, нужно, ну, типа, построить комнату. А чтобы построить комнату, нужны ресурсы, которые есть в этих сундуках. Ну, такая немного замкнутая система. Палочки. Мне нужно больше палочек. Так, хижина там. Давайте как-то... По окружности пойдем. Обойдем, так сказать. Нет, я застрял. Нет! Да ну только не это. Ну, серьезно. Я застрял. Я вылез. Слава богу. Опасные камни. Я один раз уже как-то почувствовал, что вот может такое произойти. И... Надо поаккуратнее в следующий раз. Вот, ну... Слушайте, что вот я могу сказать пока что? Очень... Очень крутой лес, но... Какой-то он прям сильно полупустой. Есть вон травка. О, вон, смотри, какая-то... Что это? Башня какая-то? Даже не знаю, вышка какая-то здесь была. Вот нам сюда. И это очень даже хорошо. Это же не та? Да, это не та доски у меня. Тут не собрано. Отлично, отлично. Так, нет места в инвентаре. Что ж, придется что-то съесть. Что-то? Я имею в виду все. Причем у меня... Да, и теперь болты же тоже нужны. Но... Что у меня с достатком? У меня палочек очень много. Давайте палочки выкинем. А тут предметы, если я выбрасываю, то они, да, они пропадают в гиперпространство. И больше их никогда не увижу. А палочки стакаются по 10. Надо было оставлять, значит. Потому что я и планки сейчас соберу, а мне их надо 12. Чертеж. Чертеж отмычки. Так, труба. А, мне же надо, да. Ну... Выкинь. Ладно, так уж и быть. Да, окей. Я просто думал, что они тут получше как-то стакаются, а они совсем нет. Окей, крафтинг можем сделать. Но, как вы понимаете, крафтинг это только полдела. А я могу метку сюда поставить? Естественно же нет. А было бы неплохо. Давайте тогда от еды избавимся. Какую-то съедим, какую-то я прям выкину. Потому что, как мы могли только что видеть, с едой особых проблем нет. А вот как раз этими ресурсами по типу веревок, гвоздей. Это все надо в очень большом количестве. Причем мы сюда в любом случае будем возвращаться. Я уж не знаю как, но постараюсь запомнить примерное расположение вот этого вот места. И там уже глянем. Так, предлагаю возвращаться в хижину. Потому что я сейчас нормально ничего утащить не смогу. Вроде более-менее что-то нашли. Смотри, какая тут крутая штука есть. Офигеть. А карта, ну, не рандомно генерируемая, да? Ай, как круто просто, смотри. Не, аудиовизуально у меня никаких вопросов нет. Это прям очень круто сделано. Как сервайл пока что ничего особенного. Но все может измениться. Ну, это скорее такой формат, понимаешь? То есть, это не... Это не именно... Как бы так сформулировать там. Аудиовизуальная игра сделана так, как будто ты... Здесь только чтобы расслабиться. Однако это все-таки сервайвал, и тебе нужно следить там за едой, и за сном, и за всем остальным. Таким образом, у тебя, ну, появляется некое напряжение. Плюс всякие опасные противники. Так, мы можем сделать топор. Компас, карта. О, карта. Карта, это круто. Нужны тряпки и черные... Малгорис. Не уверен, как переводится. Так, давайте сделаем топор. Он просто займет место, да, у меня. Именно здесь. Но не в инвентаре, надеюсь. Так, подожди. Старые тряпки и черные вот эти... Малгорис у меня, по-моему, они должны быть. Нет? Нет. Зато мы можем сделать отмычку. Вопрос. А, оно все-таки в инвентаре лежит. Вот так вот, да? Не круто. Но уже ничего не поделаешь. Так, палки давай скинем. Типа все. Это жрачку. Прям все уберу, буду доставать по мере необходимости. Ну смотри, это трупа. И что там для отмычки еще надо? А, эквип. Ну да. Ну оно все равно в инвентаре, видишь, будет лежать. Ну хорошо. Для отмычки нужны два гвоздя, один... Одни болты. Там пачка, наверное. Два гвоз... Ну, болты есть, гвоздик... Нет, есть два гвоздя. Вот. Можем сделать отмычку. Отмычка одноразовая или нет? Сохранимся. Теперь вас не... Никакой замок вас не остановит. Эм... Это мы еще посмотрим. Тоже... Три гвоздя, два болта. Хорошо. Так, для здоровья можно сделать медкит. Можно всякие декорации поделать. Крутые растения, скульптуры. Ресурсы... Можно делать из других ресурсов. Окей. Теперь мы это знаем. Но давайте возьмемся, наверное... Слушай, я был уверен. Мы же находили тряпки, нет? Ну да, тряпки мы находили. Давайте возьмем тряпки, что ли? И... Надо оно мне, не надо. Потому что сейчас я буду искать вот это. А я, возможно, как раз их съел и выкинул. Я, в принципе, умею. Ладно, найду, возьму. Обязательно. Давайте поспим. С топором прям в обнимку. И выйдем на еще одну вылазку. Можно будет вернуться как раз вот в... Эти... Ящики побить. Ну, я не знаю. В этих ящиках либо должно что-то лежать. Либо там... Находится какая-то вообще страшная... Нельзя есть сырым. Вот. Либо я из этого просто добуду типа дерева. Сейчас как раз будем проверять. Так, куда-то в эту сторону надо. Так, это страшно, кстати. Это я либо не собрал, либо оно здесь появилось. Сейчас как раз вернемся. Если я не потеряюсь. Просто карту бы да, я сделал. Так, я могу долбить дерево? Да. Нужно ли это? Окей, мы теперь умеем ломать деревья. Тут можно выбить палочки. Веточки. Думаю я, что намного больше, если бы оно упало не в камень, наверное. Так, а как мы шли, простите. Вот получается, если выйти сейчас ближе вот этому... Во-во-во-во-во-во-во-во. То, что нужно. Так, а у топора нет никакой выносливости. Я его просто сделал и сделал, да? Смотри, а у отмычки стак лимит один. Ну, сейчас мы узнаем, сможем ли мы открывать бесконечное количество замков, или отмычки надо делать постоянно. Было бы реалистично, если бы они ломались после использования. Так, бабах. Гвозди. Окей, предметы все-таки. Так, ну давай, логпик. Использовал, открыл. И отмычка все еще у меня в инвентаре, значит... Либо она сколько-то разовая, либо она бесконечная. Ну, это вот прям то, что надо было сделать, сто процентов. То есть, ну, без этого прям никуда бы мы сейчас не ушли нормально. Это, по-моему, основной источник вот таких хороших нормальных ресурсов, которые преимущественно нужны в этой игре. Так, это мы осмотрели, это мы осмотрели, это мы все осмотрели. Хорошо. Так, ну, значит, можно с досками особо не париться, потому что, ну, их можно с любого дерева добыть абсолютно. А если... Вот тебя. Просто палки? Просто палки. Не понимаю. Бэкмалгарис. Это не то, что нам нужно, но давай я съем... Грибы. Так. Сейчас пойдем в другую сторону. Ну, смотри, я так понимаю, что болты у нас есть, единственное, надо вот только ветки вот эти вот найти непонятные. Нет, нельзя сломать. Почему непонятные? Потому что... Ну, не видел я их. Пока что нигде. Нам бы найти вот это первое место, где были тоже ящики там всякие. По-моему, я куда-то вот туда ходил. Вот в том направлении, по-моему, мы ходили. Или в этом. Не помню. Ну, там просто тоже всякие механические штуки. Прямо 100% можно повыбивать. Не, можно, конечно, и к Михаилу сходить. Не будет лишним, наверное, в какой-то момент. Если там у него есть лут. Но Михаила надо просто еще пережить. А я, кстати говоря... А, нет, все-таки есть хп здесь, да, снизу. Хп тут есть. Ну, сейчас вот каким-то вот этим путем, я думаю, мы до Михаила-то и Дэвид доберемся. А вот все-таки того растения, которое для карты нужно, я вот что-то как-то не могу найти. Давайте на холмик вот так вот. Ой, какой кадр. Тут любой кадр такой. Ну, anyway. Красиво же. Да, блин. Опа-па-па-па. Ну, смотри. Видимо, вот такие обрушившиеся... Не знаю, как это назвать. Ну, то есть, это просто получается вот этой вот огромной такой железякой. Показывается место, в котором можно найти всякие болты. Семена. Ну, семена, они нужны... А знаете, для чего нужны, скорее всего, семена? Для этих... Для декоративных всяких... Там горшки можно, короче, крафтить. Я вот думаю, это как раз оно и есть. Сейчас вот мы вот такого добра наберем. Типа веревки. То, что не в большом доступе. Пайпа. Да, у меня для кухни есть сейчас все. Кроме, естественно, вот этого странного... Уронных этих веток. Подсказка, где можно найти какие-то деревья. К сожалению, нам нужна карта для того, чтобы воспользоваться этой подсказкой. А, ну да. Получается все. Типа вот тут я никак не могу, да? Интересно. Ну, давай вот сейчас постараемся найти... Вот, по-моему, вот это нам нужно, нет? Здесь у меня предположение. Просто хочу найти вторую, потому что их нужно было две там для карты. А я нигде не вижу, к сожалению. Камыши. Очень нужны нам сейчас... О, ящик. Или что это такое бревно? Нет, слишком... Слишком оно какое-то ровное. Да-да-да. Это ящик. Просто один случайный ящик. Нет, еще одно... Еще одно поле. Правда, знаешь, в чем проблема? Я нифига не смогу сейчас нормально здесь, наверное, собрать. Это у нас топор. Видимо, какой-то нормальный обычный топор. Ну, мы, наверное, можем сделать комнату для хранения. Я тоже там откровенно не помню, что именно там нужно, но вроде как... Наверное, можем. У меня особо здесь много всего нужно. А всяких веревок, гвоздей, этой вот всякой фигни у нас уже прям навалом. Ну, да, отмычка бесконечная. Одноразовая. Одноразовая, как бы, да, и бесконечная, типа, в то же время. Одноразовая в плане крафта. Нереалистично. А, как так можно? У нас заканчивается еда. Лайм. Минерал. Не знаю, что за такой минерал, но... Видимо, минерал. Короче, идем обратно в хижину, потому что у меня нифига нет по еде. Я могу съесть, но не хочу. Я хочу проверить, оно или не оно. Тем более, что я уверен, что мы добежим. Скинем вещи, построим тогда комнату для хранения. Тут такая травка, вон, еще есть прикольная. Какой-то камень огромный, смотри. Старвинг. Ну, или съем. Давай, наверное, съем. Надо как-то нам дожить сейчас до дома. Просто запомним, что это мы нашли там Black Malberries. И если уж это оно... Это, наверное, какая-нибудь Malberries, Malberries. Какая черная смородина, хрен пойми. Смородина, наверное, не знаю. Я как-то... У меня проблема с переводом всяких там ягод. Я в них вообще что-то не шарю. Опа. Чертежик. Этой. Банки для воды. А вот еще я нашел. Может быть, рядом еще? Второе? Нет. Я просто опять старвинг, походу. Не успеваем. Начинаю понимать, зачем нам понадобится в какой-то момент рюкзак побольше. Испытываем некоторые трудности. Места нет. А мне надо и топор с тобой таскать, и отмычку, и еды по-хорошему набрать тоже. Не в маленьком количестве, потому что так бы сейчас смогли еще идти. Но, смотри, вот мы вышли. Пробежали сколько там? Ну, меньше 10 минут, я думаю. Ну, или что-то в этом духе. И уже даже солнце садится. Тащи это домой. Просто тащи это домой. Мы не умрем. Дома есть еда. Все нормально. А так, у главного героя нет имени. Как мы будем его называть? Ммм. А вот напишите в комментариях, как можно назвать этого товарища. Я думаю, что я в эту игру буду возвращаться, ну, периодически, потому что все же обновление. Она такая прикольная. С этой точки зрения. Так, я не хочу стамину доводить до красного, чтобы это не значило. Это не для меня. Давай, 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 дожили. Отлично. Вот, ну, кухню не построим. Пока что пытаемся с сырыми ягодами. Однако, скорее всего... Двадцать восемь! Кошмар! Кошмар! Просто ужас. Так, давай все это скинем сейчас. Нет, отмычку верни. Это верни. Это мне сейчас понадобится. Возьмем по-быстрому какие-то грибы, которые есть просто потому что, ну, они есть. Отлично. Так, что там еще раз надо? Все, мне только, получается, надо доски. Ну, доски это не проблема. Доски это прямо сейчас тут можно добыть. Но только не на хижину. Аааа! Это было опасно. Крайне опасно. Чего не сделаешь ради комнаты. Мне просто интересно, чем именно эта комната будет отличаться от ящика, который у нас сейчас есть. Там просто будет несколько ящиков. Да, но что-то сухие ветки как-то я не знаю, где брать. Видимо, нужны вот эти как раз деревья, типа, которые там особенные. Типа, может быть, с других деревьев падают другие ветки. А че я возвращаюсь-то? Надо еще рубить. Причем рубить так нормально, мне даже места не хватит. Падает по три. Так, давай-ка... Скину я предметы некоторые. Так, нам нужна только проволока и гвозди. Остальное может... Так, я возьму две проволоки-гвозди. Это оставляю. Трубы нафиг. Это сейчас посмотрим. Палки тоже можно дропнуть. Так. Так, мне пока интересно, могу ли я сохранимся карту. Да, могу. Именно то, что нужно. Дай-ка угадаю, карта тоже занимает место в инвентаре? Нет? М. Ух ты, прикольно. Карта небольшая. Ну, на данный момент прям откровенно небольшая. Да, вот есть какие-то другие деревья. Здесь якобы большие деревья. А это минералы. Хорошо. Ну, правда, знаешь, типа маленькая. Мы не то чтобы быстро бегаем. Для этого маленькая. Вандалим. Надо дерево добить. Я что-то залипаю. Мне что-то прям нравится. Ну, для раннего доступа, для альфа это, ну, прям более чем хорошо. Проблема в том, что еды нет. Прямо сейчас она закончилась. Я там вроде съел все, что мог. Поэтому, наверное, сейчас перед тем, как пойдем домой с досками, а я каких-нибудь там грибов насобираю. Чего-нибудь еще было бы неплохо насобирать. Давай. Если с этого дерева выпадет четыре, оно имеет все шансы. Два, три. Не, не выпадет четыре. Ладно, обидно. Придется еще одну рубить. Сейчас Михаил меня находит по запаху. По запаху страха. И все. И конец. Все какое небо прикольное ночью. Я вот так про небо могу сказать, наверное, только, блин, в Скайриме с мадами. Ай-яй-яй-яй-яй, холодно-холодно. Все, ухожу. Все, все, мы дома. Как-то он очень быстро начал у меня, конечно. Э-э-э-э-э. Четыре еще коробки мы получили. Хорошо. Второй этажик достроили. Темно, правда. Так, мы можем здесь построить, э-э-э-э. Сюингрум. Это, э-э-э. Там можно шить одежду. Это, типа, швейная, получается. Не знаю. Не знаю, правильное ли это описание, но... Швейная, наверное. Возможно. Не уверен. Так, ну, я уже вижу, как я буду располагаться. Располагать ресурсы. Давай прямо сейчас, короче, поспим пока. Но нам нужна кухня. Без кухни прям тяжело. Сейчас будем заниматься немного перекладыванием предметов. У нас, смотри, у нас есть четыре сундука. Я думаю, что... Вот всякие деревянные палки, доски. Ну, короче, я сейчас все это более-менее рассортирую, чтобы не... Это ешь, судя по всему. Я это сейчас рассортирую просто, чтобы было удобнее чисто мне. Я, ну, просто по-другому не могу, короче. Типа, вот тут, например... Нет, давай где-нибудь. Вот здесь вот у нас будут лежать вот чисто... Чисто всякая деревянная дрянь. Правда, вот так и вот так. Потому что здесь... Нельзя двигать никак, да? Да, никак нельзя, к сожалению. Кретки, а потом это вот... Сортировка. Это да, это есть у меня такая... Необходимость просто в жизни. Раскидывать вещи прям вот по каждому своему сундучку. Так, еда пока, подожди. Давай всякие веревки. Вот там, кстати, топор можем сделать, по идее. Я не знаю, лучше он или нет. А, подожди, пикак, кирку мы можем сделать. Я просто, ну, тупой. Так бывает. Компас давай сделаем. Тоже можем, почему нет. Он, правда... Дай-ка угадаю, будет занимать место в инвентаре. Ну, естественно. Что еще? Так, труба и нам нужно мед добыть. А тут будет свежая холодная вода. Хорошо. А зачем она мне? Непонятно, да? Так, свинфред это на потом. Мы умираем с голоду. Проблема. Наверное, всякие вот гвозди, веревки, болты. Это все будет лежать здесь. А мы пойдем найдем себе еды. А еще мне на улице фейерверок почему-то начал сам. Ну, типа, 14 июня в воскресенье в 11 часов вечера. Почему-то нужен очень сильный фейерверк людям. Не знаю, конкретно с чем это связано. Но вот так вот. Нельзя сырыми есть. А где-то что-то, что можно сырыми есть. Вот, можно есть сырыми. Отлично. Где еще? Зайчик, тебя можно сырым съесть? Эти нельзя. Мне кажется, у меня будет какая-то прям отдельная вылазка только за едой. Как я? Тут где-то медведь ходит. А, или он просто дальше. А, смотри, там около него... Ммм, понимаю. Там около него находится как раз лут. Полезный. Ну что, он на карте как-нибудь... Ну вот он там, вот здесь вот, в моем любимом месте, видимо. Что ж, мы туда сходим. Обязательно. Если вы поддержите это видео лайком. Каким-нибудь приятным комментарием. И... Подельтесь им с друзьями. Потому что это нам очень сильно поможет. Вот. А если я увижу, что... Есть большой интерес конкретно к этой игре. И... Вы хотите увидеть еще. То обязательно запишу что-нибудь еще по ней. Потому что я определенно точно хочу поиграть в нее еще. Она клевая. Я очень давно не упаривался в сервайвелках. Ижина прям прокачивается. Я очень давно не упаривался в... Ну, в сервайвелках. И... Вот такая вот медитативная игра, в которой... В ней мало что происходит, согласитесь. Мы в большинстве своем просто ходим и собираем штуки. Просто по лесу. А я все пытаюсь еду найти. Ну, вообще, вылазки, я думаю, предполагают, так или иначе, просто... Что я буду куда-то идти. По ходу дела, найду еду. Но, да, нам кухню прям надо строить. То есть, швейные, это, конечно, круто. Но кухня сейчас будет более актуальна. Просто потому, что я смогу сделать еду, которая... Удобнее для меня в плане использования. Почему вот этот сундук существует? Вопрос. Да, гвозди, это очень круто. А, мы тут ничего не открывали, но... Есть проблема. Очень серьезная проблема. У меня уже полный инвентарь. Ничего из этого я не могу есть сырым. А, это первая, по-моему, нет? По-моему, мы тут как раз первый раз были, когда я нашел. Только что есть такие сундуки. Ну, пожалуйста, вон грибы какие-то лежат, вижу. Выкидывай, не знаю, семена. О, хорошие грибочки. Мне нравятся. Чуть ли не половину мне восстановили. Еще. Да, мы тут, кстати, вон можем посмотреть, где я. И что тут вообще... А, нет, что я просто медленно открываю карту. Но карта небольшая. То есть, я думаю, пара... Пара таких небольших серий, и мы ее полностью исследуем. Особо негде разогнаться просто. Ну, хорошо, ладно, давайте возвращаться. И, наверное, будем... Заканчивать на этом первый взгляд. Я... Я доволен. Не знаю, мне прям очень нравится, что тут получается. Ну, то есть, да, это прям конкретно обычный... Ой, дождь пошел. Тем более, пойдем домой. Это прям такой классический-классический сервайвл, который... Я не знаю, таких миллион было в свое время. Вот. Но мне безумно нравится местная атмосфера. И... Она вот очень круто на расслабон такая работает. То есть, что-то сидишь вечерком... На улице темно, и вот... Бегаешь что-то по лесу, там, собираешь всякие штуки. Не знаю, я... Я прям доволен что-то. Думаю, что обязательно найду время еще в нее поиграть немного. Так, вот мы сейчас вот это дело отсортируем. К сожалению, место-то в инвентаре. Все. Так, еда у меня... Ну, не еда, а вот что-то типа вот этого. Всякая растительность, она у меня будет вот здесь. Лежать. Импровизированно. Давай заберем последнее, что у нас остается, и... Будем заканчивать. Видишь, я не могу перестать в нее играть. Мне просто... Просто в кайфе. Но наша основная цель, это вот... С болтами и плашками вообще проблем нет. Есть проблема только вот с... Чертовыми непонятными абсолютно для меня... Сухими ветками. Вообще... Очень странно. Вот. Как я уже сказал, чтобы... Я понял, что вы хотите еще этой игры. Обратите внимание на нижнюю часть этого видео, где можно поставить лайк. Прокомментировать это видео, как вам игра... Вообще понравилось, нет. Может быть, вы захотели тоже ее купить. Вот. Ну, а на этом мы будем с вами заканчивать. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы все еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Мы с вами увидимся в следующем. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok